приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео подробнее с вами разберемся в ребалансе патч 120 уже прошло несколько дней можно сделать какие-то выводы понять какой ап или нерв был классный какой несправедливый где чего хватает чего не хватает ну и какой танк час имбовый на чем играть на чем лучше не стоит и так а поле у нас ветками целыми а в некоторых местах про ветки забыли вот допустим центурион action x а поле ветку восьмерку девятку десятку девятка десятка по статистике выросла очень хорошо центурион action x можно считать сейчас сильнейшим или одним из самых сильных ст 10 уровня дпм там 4 косаря можно делать спокойно танк очень точный стабилизированный пробитие хорошие уэны скорость стабилизации вообще просто обалдеть я катался без стабилизатора турбина вентиль досылатель танк получился супер обалденный супер клевый рекомендую поиграть девятка по статистике выросла очень сильно восьмерка не особо как-то изменилась по статистике я катал только десятку ну и надо еще поиграть девятку раз по статистике танк очень подрос переходим к рейн металл панзерваген здесь апнули восьмерку и десятку я катался на десятке танк стал хороший он уступает тесту лт мантикоре и колеснику если мы играем как классический лт в какие-то там засветы подсветы активные пассивные здесь нас пересвечивают и в плане светляка играть тяжело но как только мы играем про урон на дпм чеки на пушечки на точности сведения мы вывозим очень хорошо здесь так же как и центуриону сильно прибавили дпм а тоже добавили стабилизацию добавили сведения и точность в общем все улучшение у нас ушло в орудие маскировка нас чуть лучше чем у шеридана дпм чуть меньше но точность намного лучше то есть это такой же танк про урон и нанесение урона как и шеридан только шеридан с альфой а здесь пушка с альфой 320 она больше про точность скорострельность и наносит урон не за счет альфы а за счет дпм а танк мне понравился на нем можно играть он стал неплохой но я бы не сказал бы что это самая имбовая и самая полезная лт в команде когда есть другие лтшки на открытых картах они более полезны для команде в плане засвета но в плане нанесения урона до рейн металла панзервагена им далеко всем даже тому же самому шеридану поскольку у него огромный сарай они танк и пушка намного кривее поскольку здесь точность на голову лучше но я бы не сказал бы что шеридан плохо наносит урон он делает это хорошо но немного по-другому поэтому это лт вполне себе играбельная но играть на лт в урон то еще занятие очень полезно для команды т-57 хэви танк также как и центурион и немецкая лт 10 уровня очень сильно прибавили в статистике и т-57 хэви тоже сильно прибавил в статистике после того как их апнули эти танки прям очень сильно апнули если центуриона и панзервагену в основном апнули пушку и понятно почему у них выросли циферки в статке то т-57 хэви апнули казалось бы не сильно но в цифрах он прибавил не меньше что очень подозрительно время сведения апнули на 2 десятых два километра назад добавили и улучшили стабилизацию на 0.03 сотых при движении ходовой и при повороте ходовой все казалось бы такой вот ап вроде как плюс-минус косметический скорее чем практический но тем не менее циферки на этом танке очень сильно подскочили за эти три дня поэтому этот танк тоже рекомендую как и прошлые которые апнули но если в центурионах и рейн метал панзервагенах обратили свое внимание разработчики еще и на ветку то в т-57 хэви танки про ветку забыли ведь у него в ветке существует т-69 на восьмом левеле ветка начинается у нас на седьмом уровне с т-20 переходит в средний танк восьмого уровня т-69 потом хомяк потом т-57 хэви и так вышло что т-69 один из худших средних танков восьмого уровня в общем целом если вы откроете весь список средних танков восьмого уровня то примерно 80 процентов этих танков полный кал они очень слабые и всраты и вот соревнуясь с мусором т-69 занимает одно из самых последних мест то есть это танк который пробил дно даже в мусоре и этот танк не апнули в ветке которую апнули в последнем патче почему разработчики его не заметили впритык и когда вы вообще последний раз видели т-69 в рандоме я лет пять назад может быть дай бог все люди видимо за ресурсы проходят за чертежек и за свободку этот танк и не играют на нём вообще это очень на мой взгляд неправильно апать танк который не был самым плохим и в его же ветки не апать танк который просто в жопе эти танки я рекомендую поиграть если есть желание и возможность центурион action x девятку еще не играл но по статистике надо попробовать немецкая лт классная я поиграл но только если на урончик играть т-57 хэви тоже обалденный урон на нем набивается просто прекрасно на т-57 хэви оборудование я использовал экспериментальную турбину стабилизатор и экспериментальное сведение точность получилась хорошая урон набивается неплохой переходим еще к следующему апу это рина черонта апнули этот танк не слишком сильно но апнули то что ему нужно лобовую броню пожалуй это все из нужного из ненужного скорость назад плюс 3 километра в принципе это неплохо это приятно но если бы это не добавили никто бы не помер и скорость полет снаряда какого-то одного конкретно но почему этого танка такая отвратительная стабилизация и дпм нищий непонятно по статистике этот танк поднялся очень слабо хуже всех среди остальных кого апнули такое ощущение что ничего и даже не изменилось на том месте где он был там он остался по статистике просто даже не сдвинулся толком там просто пару циферок поменялось и все такое ощущение что этот танк даже не почувствовал но поиграв на этом танке я сказал бы так он стал теперь более менее играбельным на нем можно находиться в бою хоть как-то влиять и просто присутствовать хоть как-нибудь играть до этого на нем вообще невозможно было играть и в нем не было никакого смысла до этого он был не тяжом аптэшкой поскольку его в лоб пробивали все голдой причем очень легко до апа этот танк вообще нельзя было не нужно было выкатывать он не играбельный был теперь на нем просто можно присутствовать и принимать участие в бою его не каждый танк пробивает голдой в лоб башни если вы играете через рельеф наклоняйте свой танк или стоите выше то вас не так уж легко пробить если вы стоите ровно перед врагом то во лбу приведенки получается во лбу башни примерно 280 это уже не так уж и плохо конечно он будет танковать далеко не все особенно если вы будете стоять просто в чистом поле но это уже намного лучше чем было но при этом при всем это танк остается так себе поэтому его рекомендовать катать в первую очередь не вижу смысла так от нечего делать в принципе на нем теперь можно поиграть но если есть чем за позаниматься другим в игре лучше позанимайтесь чем-то другим это вам не сильно надо также непонятно почему не апнули девятку но восьмерка в этой ветке в принципе была неплохой что касаемо нерфов танков то понерфили ветку amx m4 mle54 зачем-то понерфили и девятку и восьмерку и десятку также понерфили девятку десятку ветки прожета итальянские ст и также понерфили еще два танка девятку десятку американский пт т110 е3 и т95 по статистике десятки эти которые понерфили особо не просели видим что эти нерфы эти танки не убили хотя казалось бы amx должен был от таких нерфов просто помереть на месте но как показывает статистика эти танки выжили на и третьем я немного поиграл особо ничего не изменилось на прожета вот перед этим видосом я скатал пушка стала кривущая прям стабилизация мерзкая я поставил вентиль фиолетовый фиолетовый стабилизатор экспериментальное сведение где и стабилизации сведения хорошо улучшается также стоял до паек при малейшем движении пушка разлеталась очень сильно при этом после остановки танка приходилось долго стоять ждать пока сведешься стабилизация прям стала мерзкая но при этом при всем урон все равно наносился иногда залетали вертухи так или иначе из-под тяжка заезжаешь барабан все равно раздаешь не прям уж катастрофично это повлияло на нанесение урона урон все равно наносить на этом корыте можно но теперь прям какой-то радости играть на этом танке я не вижу немножко стало противника по сути если эти танки у вас есть на них можно поиграть но прям теперь в первую очередь качать эту ветку я уже особо не вижу смысла поскольку стрельба стала неприятной после нерфа mx65t вообще как-то не изменился но и он и так находится на одном из последних мест зачем его было трогать непонятно но по статке он не особо то и просел что там ему скорректировали также как и у 4 мл и 51 тоже что-то там ему на корректировали по статистике он с лиганса там пару циферок по статке потерял но в общем и целом глобально ничего не изменивать что там его корректировали тоже фиг знает удивительно что mxm4 мл и 54 не провалился жестко по статистике немножечко просел видно что статка потянулась вниз но это не прям катастрофичный обвал какой-то но видно что танчик под нерфили что можно из апнутых танков порекомендовать что поиграть однозначно т-57 хэви центурион action x и немецкая лт заслуживает того чтобы поиграть на них поскольку они стали раздо сильнее если до этого вы на них не выкатывались то сейчас самое время когда как не сейчас из понерфленных танков в принципе все выжили но как-то теперь все смотрится не так приятно и немножко мирского стрельба стала причем у всех даже и третьему там сведение дпм понерфили но по статистике они особо не изменились на удивление они держатся и стоят на месте сильнее всех наверное пострадал а мxm4 мл и 54 но он по-прежнему занимает лидирующую позицию среди прокачиваемых танков на 10 уровне за ним идут следом vz55 cs63 колесник леопард 1 супер конь и 3 центурион action x поднялся в общем и целом есть что поиграть среди апнутых девяток теперь хочется еще покататься на центурионе в общем и целом можно быть по сути довольным этим ребалансом единственное что непонятно почему рина черон то не так хорошо апнули как остальные танки и непонятно почему т-69 обошли стороной ведь это один из самых слабых ст-8 все разрешаю кататься на новых имбовых танках пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво всем удачи и пока